всем привет хочу сразу сказать всем большое спасибо кто сейчас подключился к нам кому не безразлично здоровье особенно не без не безразлично то все-таки разобраться о чем думают женщины это наверное вековая загадка и мы каждый раз в эфире пошагово пытаемся разобраться чем все-таки думают женщины сегодня у нас очень будет на мой взгляд интересный эфир поэтому у вас есть кстати очень хорошая возможность нам позвонить на прямой эфир 7 7 0 7 2 7 0 7 7 7 7 задать любой ваш вопрос нашему эксперту с которыми сейчас буквально через несколько секунд познакомлю или написать свое сообщение на радио маяк . орг мы зачитаем и обязательно ответим постараемся ответить на все ваши вопросы с вами в прямом эфире людмила села и передача о чем думают женщины сегодня мы живем в мир технологий и информации когда информации мало мало знаний это плохо чего-то мы не знаем делаем что-то неправильно сегодня информации так много что это тоже плохо потому что мы не знаем что правильно сегодня у нас в гостях психолог консультант по макробиотике института куши консультант в холистик нутричин консалтинг это консультант по целостному питанию который получила а сертификат american college healthcare science итак у нас сегодня в гостях виктория бараева или бараева как правильно сказать виктория бараева если вы не по-русски и по-английски и виктория бараев обычно это здравствуйте виктория спасибо большое что вы согласились к нам сегодня прийти и честно вам скажу дорогие радиослушатели когда я поговорила с викторией по телефону мне было все очень интересно после у меня появилось множество вопросов мы встретились и казалось бы я получила много ответов все равно у меня есть вопросы я уверяю вас они у вас тоже будут поэтому не стесняйтесь пишите звоните хочу сразу обратить ваше внимание что виктория консультирует дает уроки и учит и вот с вашим позволения хочу процитировать ее слова мне они просто тронули душу мы просто знаете взяла меня за сердце вот ее цитата я беру человека за руку прохожу с ним путь пока он не достигнет результата и полные перемены помогают до конца учу и иду вместе с ним это просто потрясающе такое услышать по отношению к человеческому здоровью и жизни это человек который готов служить этому человеку поэтому если у вас вдруг появился интерес виктория озвучьте пожалуйста ваш контакт где вас можно найти как можно с вами связаться любому человеку который действительно хочет ваше консультирование да значит ну вообще я везде меня можно найти как по телефону номер шестьсот семьдесят восемь четыреста тридцать семь пять шесть шесть восемь это мой мобильный телефон я всегда на него отвечаю если нет оставьте сообщение меня можно найти по имейлу macro and you at gmail.com я в фейсбуке у меня есть своя группа atlanta wellness support group вы также можете обратиться на мою страничку creative healing by victoria на фейсбуке мне очень легко найти а в общем то я везде можете написать мне текст месседж позвонить оставить сообщение всегда вам отвечу хочу также добавить что виктор еще написала свои книги и статьи также у нее есть youtube канал где можно ознакомиться например если вас интересует конкретно зелень а виктория занимается не только макробиологией макробиотикой прошу прощения но еще у нее ну сейчас виктория вообще все сама нам расскажет итак наши пищевые вещества должны быть лечебным средством а наши лечебные средства должны быть пищевыми веществами это сказал гиппократ много лет назад вы мне сказали при встрече очень интересное выражение вилка вместо ножа объясните откуда это ну на самом деле то что вы сказали наши лечебные вещества должны быть питанием и наоборот действительно так если посмотреть древности то профессия шеф-повара профессия целителей фармацевта все сочеталось в одном это был один подход в основе которого лежало питание и в дополнение к этому употреблялись какие-то травы какие-то настойки и так далее то есть ремидис как мы называем здесь вот что такое вилки вместо ножа вместо скальпеля скажем так это мой девиз наверное которому я следую постоянно то есть это то что человек должен выбрать для себя либо он питается нормальной здоровой пищей либо он ложится под нож на операционный стол потому что излишки в питании все те вещи которые человек употребляет все же за все всегда приходится платить понимаете если вы делаете что-то хорошее вкладываете в себя что-то правильное то будут соответствующие результаты если же вы питаетесь неправильно и постоянно переборщаете в каких-то моментах в жирах в белках в углеводах в сахарах я не знаю там в алкоголе в кофе и так далее за все приходится платить в итоге в итоге человек естественно получает какие-то болезни начинает от чего-то страдать я больше чем уверена я знаю если быть совсем честно со всеми радиослушателями то виктория вы пришли к этому не по наслышкам не из теории не потому что вы прочитали какую-то книгу и она вас настолько убедила и вдруг у вас появилось осенение и вы начали вот заниматься макробиотикой или искать какие-то действительно вот как сказал гиппократ пищевые вещества которые должны быть лечебным средством как вы лично к этому пришли на самом деле я была всегда очень далека от понимания вообще от понятия диетологии диета питание nutrition как мы здесь говорим по образованию психолог я даже не знала о том что существует такая наука потому что ну жила как жила питалась чем питалась как как все нормальные люди как говорится и просто в очень раннем возрасте начала болеть мое здоровье просто подшатнулась действительно очень сильно скажем так и пришел такой момент когда начинаешь ходить к одному врачу второму третьему и все тебе говорят что мы ничем помочь не можем и каждый тебе дает таблетку которую ты должен пить до конца своих дней такой подход мне не устраивал то есть вы получили сразу же такой диагноз пожизненный да я получил и голова пожизненный приговор причем не было даже ни один ни один диагноз но тот самый последний который уже меня буквально добил скажем так он был действительно пожизненный и врачи сказали что это заболевание не лечится и просто посадили на таблетки хотя таблетки не работали то есть я оказалась в таком безысходном положении что я понимала что надо что-то делать нужно что-то искать другое на мое счастье мне подвернулся человек это моя родственница я надеюсь она слышит сейчас этот эфир моя тетя которая живет в нью-йорке посоветовала мне обратиться к системе питания которая называется макробиотика я была настолько далека от всего и значит в чем заключалась эта система в том что если смотреть в стороне питания да то есть макробиотика это философия это большая философия в основе которой лежит питание питание основано на цельных крупах бобовых зелени много овощей то есть все натуральное все что растет растительное вот то есть она мне сказал ты должна есть коричневый лист должна есть морские травы много зелени разных а я честно говоря была очень далека я вообще никогда не пробовала коричневый лист до этого и все это было настолько дикой и сложно и странно и очень пугало но ради того чтобы вылечиться я была готова на все по некоторым источникам информации мире существует больше двадцати восьми тысяч диет и для многих сегодня диета для меня лично это отказ от еды это различные ограничения и просто мучение вся моя диета заключается в том что я все время думаю что бы мне съесть чтобы похудеть допустим я говорю про себя лично я думаю что многие люди так и тоже думают это обязательно какой-то отказ на самом деле вот послушайте определение диеты на самом деле диета это совокупность правил употребления пищи человеком это какие-то правила вы сказали что микробиотика от философии до основе которого лежит питание следовательно это не просто отказ от чего-то тем более что диета мы понимаем что какой-то режим на какой-то срок и входишь в диету ну нормально выходишь а потом дальше что и опять пошел тот же замкнутый круг вот в данном случае у глаз вашем вашей системе это целая философия или скажем стиль жизни вот объясните вот как к этому можно прийти как вы к этому пришли как быстро как долго это все у вас было ну на мое счастье меня как-то жизнь сама вывела на вот эту вот систему макробиотики чему я очень благодарна этому случаю своей жизни как когда-то мне сказал мой супруг ты еще будешь благодарить свою болезнь за то что она тебя привела вот к этому понимаете и так оно и произошло я поняла что ну во-первых сидеть на диете это не для меня это не для многих людей мы садимся на диету на какой-то кратковременный срок потом как из этого выходить это уже другой вопрос поэтому сразу как меня ознакомили с этой системы макробиотики и сразу я как бы углубилась вот в эту большую философию и поняла что диета диета это все накратно на какой-то небольшой срок времени нужно адаптировать нужно менять свое мышление нужно до при адаптировать стиль жизни которым ты будешь жить то есть сделав это ты сможешь процветать практически всю свою жизнь и не чувствовать себя так что ты сидишь на какой-то диете получается у нас так диета она все равно не освобождает нас вот именно режимная я скажу да не освобождает нас от каких-то привычек а наоборот она будет нас порабощать мы постоянно начинаем о еде и думать и получается вот сократ сказал мы живем не для того чтобы есть а идем для того чтобы жить когда мы сидим в режимной диете нас получается наоборот все совершенно правильно то есть наша цель должна быть в том чтобы научиться как бы стать выше на своих привычек и прийти к тому что мы будем совершенно свободны от каких-то пристрастий от пристрастий к алкоголю от пристрастия кофеин ну допустим от пристрастия к сырам многие люди же не понимают даже не знаю того что сыр он называет пристрастие сколько вы сколько людей ко мне приходит и говорят я могу отказаться от всего что угодно только не отсюда то есть человек не понимает что пристрастие к сыру это равно как пристрастие к алкоголю пристрастие к наркотикам и так далее то есть подняться выше этого научиться жить так чтобы питание было для тебя в первую очередь способом и орудием достижения того, что ты пытаешься в жизни достичь. То есть еда, она должна поддерживать твои желания, твои мечты, твои намерения в жизни. То есть человек должен питаться для того, чтобы жить, а не жить для того, чтобы питаться. В вашем случае при ваших заболеваниях, при диагнозах страшных и на всю жизнь, всё-таки вот это питание, которое вы выбрали для себя, макробиотика и далее, она вам помогла? Она мне очень помогла, причём настолько помогла, что вдохновила меня на то, чтобы мне хотелось об этом говорить всем, мне хотелось помогать другим людям, ведь вокруг столько больных людей. Мне действительно было настолько от этого хорошо, заняло какое-то время, конечно. У моего мужа, например, результаты были моментальны. В течение трёх месяцев он похудел на 80 паундов. Это было что-то универсальное. За какие-то несколько месяцев он избавился от хронической астмы. У него была астма в тяжелейшей форме, с аллергиями, на перемены погоди и так далее. Головные боли, там много чего было. В общем, он просто трансформировался, стал другим человеком. У меня заняло немножко дольше, но тем не менее, всё это выглядело настолько убедительно и настолько вдохновляло, что мне хотелось моментально сразу же делиться с людьми. И это, в общем-то, этот факт и изменил мою карьеру в жизни. Я собиралась продолжить карьеру психолога, своё образование, которое я получила в Советском Союзе. Но в какой-то момент мне пришлось всё переосмыслить и подумать о том, в какую сторону мне идти. Я долго думала, я хотела пойти продолжать учиться на психолога, но в итоге вот это вот желание помогает другим людям и вот это вдохновение по поводу здорового питания и то, что оно может для тебя сделать, оно перевесило. Получается, вы попали как раз в очень правильное место, на Радиомаяк в Америке. Поэтому пишите на radiomayak.org и задавайте ваши вопросы, ваши комментарии нашему специалисту Виктории. И она с радостью вам ответит. А также, дорогие радиослужители, у вас есть прекрасная возможность консультироваться у Виктории. Я понимаю такую вещь, что, допустим, если у человека проблемы с почками, вы будете предлагать ему его конкретный путь решения этого вопроса в питании, в режиме, в новых привычках, что есть у него в основе как зло, чтобы избавиться. Если человек болен сердцем, то, естественно, вы ему другое будете прописывать. Поэтому, дорогие радиослушатели, я хочу, чтобы вы были внимательны к тому, что Виктория не прописывает всем один рецепт, а наоборот, она готова помочь. Она приглашает на консультацию. Вы можете обратиться с вашими вопросами напрямую к Виктории. Пишите, если хотите, мне на страничку на фейсбуке людмила.светлая. Если вы хотите, например, найти, вы найдете Викторию даже, ее информацию даже у меня на страничке. Итак, мы продолжаем. Хочу напомнить, что вы слушаете радио «Маяк» в Америке. Передача «О чем думают женщины?» Она думает всегда о здоровье. И что самое интересное, женщина, чем старше становится, тем больше она думает не только о своем здоровье, а о здоровье своих детей, о своих внуках, даже уже больше, чем о себе. Могу добавить, всякий раз, когда ко мне приходит женщина на консультацию для своего собственного здоровья, и когда по мере того, как я даю свои рекомендации, ее мысленный процесс идет в сторону «Ага, значит, если я буду это готовить, он это не будет есть, мне надо, чтобы он ел, потому что у него болит голова, а мои дети, потому что у них, например, плохое пищеварение». То есть женщина склонна думать в первую очередь о своей семье. Ни в коем случае не о себе. Вот поэтому на радио «Маяк» о чем думают женщины? Нет, она не о себе думает. Она думает о муже, о детях, даже о свекрови, даже о своей маме родной, конечно же, как всегда. Ну, всегда она думает. Потому что женщина, она вообще, конечно, любвеобильная и любит заботиться обо всех, кого любит. И поэтому сегодня у нас Виктория помогает нам разобраться все-таки, как питание может принести здоровье. Продолжаем. Итак, сегодня мой сын меня очень так удивил, приятно удивил, ему 10 лет. Он взял, значит, его угостили печеньем. Я понимаю, что это такое. И он демонстративно берет печенье, берет стакан, набирает воду, пока с ней говорит, для баланса. То есть вода для баланса. Он уже настолько знает, что я всегда говорю, что питание должно быть сбалансированное, чтобы ты был здоров. И он меня убедил. Вода для баланса. Вот, Виктория, скажите, пожалуйста, сегодня, как мы уже начали нашу передачу, информации так много, что очень тяжело найти этот баланс. Вот для вас фундамент баланса, что ложится, прежде всего? Ой, вы понимаете, что это вопрос такой обширный, и баланс, что такое баланс, вопрос тоже очень большой, и вроде бы как бы ни о чем, да? Как найти свой баланс? В общем-то, в этом и состоит суть здорового образа жизни. Человек должен уметь найти свой баланс. Как? В первую очередь надо начать прислушиваться к своему организму. Человек должен стать врачом, как бы хозяином своего тела, своих болезней, своих привычек, начать анализировать и понимать, что мы живем в системе движущихся координат, в первую очередь. То есть в жизни происходит постоянное движение, постоянное изменение, и мы не стоим на месте. Не стоит на месте абсолютно ничего вокруг нас. Меняется природа, меняются сезоны, меняется температура воздуха, день меняется на ночь, меняется наш образ активности в жизни. Один день мы более активны, другой день менее активны. И человек должен это все учитывать и, исходя из этого, выбирать продукты питания, готовить определенные. То есть пища должна поддерживать наш уровень энергии, наш образ жизни, наш стиль жизни. Например, человек, который много не двигается и не тратит много физической энергии, например, может есть, намного меньше употреблять калории. То есть он не должен, сидя у компьютера, машинально постоянно что-то забрасывать себе в рот. Человек, который занимается тяжелым физическим трудом, например, он должен употреблять больше калорий. Он, например, он должен поесть очень хороший, плотный, сытный завтрак обязательно, прежде чем он уходит на работу. Например. То есть это просто самый элементарный пример. Человек должен регулировать свое питание в зависимости от того, чем он болеет, как он движется, сколько он затрачивает энергии, мужчина это или женщина. Вот это вот все нужно учитывать при создании баланса. Разрешите, процитирую Пифагора. Только живая свежая пища может сделать человека способным воспринимать и понимать истину. Именно истина в данном случае, как я понимаю, как я для себя понимаю, истина в том, кто ты есть. Вот ты человек, ты хочешь есть, у тебя есть какие-то желания. И ты должен сам себя хотя бы познать, а что для тебя хорошо, а что для тебя нехорошо, что тебя валит с ног и утомляет, а что наоборот придает силы и энергию. Мне очень сильно понравилось, Виктория, как вы сказали, что даже зимой и летом еда играет большую роль. Зимой хочется теплой, ту еду, которая дает энергию. Верно я вас понимаю, да? Совершенно верно. То есть мы даже об этом не задумываемся, это происходит на машинальном уровне, на каком-то, когда зима, нас просто машинально тянет на что-то более согревающее. Быстрее идут в ход супы и какие-то студени, пища запеченная в духовке, может быть, более такая согревающая. Летом не хочется, летом хочется поесть свежий салат, свежие фрукты, попить что-то холодненькое, съесть мороженое. Почему? Потому что хочется, человек должен соблюсти вот этот вот, создать баланс с окружающей средой, скажем так. Если на улице жарко, организму нужно охладиться. Если на улице холодно, нужно согреться. И всё это происходит на каком-то подсознательном уровне. Совершенно верно. Пифагор сказал только живая свежая пища. Вот для вас живая свежая пища. Это какая пища? Живая свежая пища не обязательно означает сыроедение, например. Сырая пища. А я как раз об этом сразу и подумала, если честно. Нет, нет. Для меня живая свежая пища, это значит пища в первую очередь живая, растительная пища. Свежая, свежеприготовленная. Это тоже считается свежая пища. Ведь надо ещё уметь её правильно приготовить, так чтобы она сохранила все свои питательные свойства. Вот. Поэтому, в общем-то, я и даю классы, кулинарные классы по приготовлению здоровой пищи. Там, где мы изучаем, как сделать, например, бланшированный салат или как сделать что-то запечённое. И люди задают вопрос, а правда ли, что теряются питательные свойства того или иного продукта при варке? Ответ неоднозначный. Что-то теряется, но что-то, наоборот, становится более доступным. Нейтрализуются какие-то кислоты. То есть, в зависимости от того, как ты приготовишь. То есть, приготовить ещё нужно правильно. Дорогие друзья, у вас есть прекрасная возможность. Виктория даёт уроки кулинарии, как правильно и какой продукт готовить. Потому что ведь действительно обидно. Ты готовишь и осознать то, что половина того, что ты готовил, или вот твоя еда сейчас наполовину не полезная. Ну, ты-то думаешь, что сейчас съем и буду самый здоровый человек на свете и так далее. Да, кстати, обращайтесь к Виктории, ищите, ищите уроки, звоните. Она с радостью с вами назначит свои консультационные дни и время. Не стесняйтесь. Этот человек действительно хочет помочь тем, кто ищет здоровье, кто мучается. Ведь часто бывает такое, что однажды мне доктор сказал на мою проблему просто убрать один вид спорта, чтобы у меня восстановились, допустим, те или другие проблемы. Наоборот. То есть, чтобы я выдержала. Я вот подумала, что достаточно что-то убрать, чтобы было уже хорошо. Вот на ваш взгляд, если стало лучше, что в первую очередь надо убрать, начать убирать в своем питании? Вот. На самом деле, это очень-очень интересный вопрос вы задали и очень правильный подход, потому что ко мне обычно люди обращаются и говорят, скажи мне, что мне надо есть, чтобы у меня там прошло это и это. На самом деле, ответ идет такой. Сначала нужно просмотреть, что нужно убрать из своего питания, допустим, или своего образа жизни, потому что мы, с одной стороны, делаем то, что приносит нам вред, а люди чаще думают, что мы что-то недоедаем и нам чего-то не хватает. И начинаем кушать и искать все подряд. И начинаем, да, начинаем что-то искать все подряд и думаем, что нам не хватает. Хотя на самом деле у нас больше болезней происходит от переизбытка, от переизлишеств. Например, вы хоть одного человека видели в нашей стране, в которой мы живем, у которого был бы недостаток белка в организме, например. Если он есть недостаток протеина, то это только потому, что он его не усваивает ввиду каких-то там заболеваний, каких-то, может быть, проблем с пищеварением, например. То есть нет ни одного человека, который бы страдал от недостатка белков или от недостатка сахаров в организме, или от недостатка жиров, тем более. Тем более, особенно. Все как раз-таки наоборот. Проблемы происходят из-за переизбытка. С чего начать? Ваш вопрос был, с чего лучше начать? От чего отказаться? Да, с чего начать свой отказ? Вот что-то, что делать? С чего начать свой отказ? Многое зависит, нельзя сказать однозначно, зависит от каждого конкретного случая. Но скажу так сразу, если мы говорим для наших дорогих женщин, особенно, то в первую очередь, я думаю, что отказываться нужно начинать от молочных продуктов. В первую очередь. Потому что они несут большой вред человеческому организму. Спасибо большое. Вот не задумывалась. Знаете, что интересно? Однажды, количество лет назад, я на завтрак делала такое блюдо. Творог. Творог с ягодами. Думаю, как это полезно, как это хорошо. И потом, через какое-то время, я прочитала или слышала тоже информацию такую, врачи говорили, что именно вот это сочетание нужно избегать. Творог с ягодами. Мне так было удивительно. Почему? Потому что они создают, я прошу прощения, каловые камни. То есть это приводит к хирургии, к тому самому ножу, с которой начался наш эфир. Наш эфир так и называется. Вилка вместо ножа. И первое, от чего я была удивлена, что именно это сочетание может произвести такие проблемы в кишечнике. А второе, почему я была удивлена, почему я об этом не знаю. Но стойка, я просто этого не знала. И такую делала грубейшую ошибку, и так кормила детей, и могла довести, конечно же, до, наверное, какого-то безобразия. У нас есть от наших радиослушателей вопрос. Александр спрашивает вас, что вы думаете о системе питания Дюкана? Система питания Дюкана, она тоже хорошая система питания Дюкана, но он не отрицает употребление животной пищи и масел. В моем же понимании, самая лучшая пища для человеческого организма – это растительная пища. То есть, получается, мясо человеку лучше не есть. На мой взгляд, не только на мой взгляд, лучше не есть. Да, нет. Следовательно, значит, у Дюкана все хорошо, если бы не мясо, ну и, естественно, употребление масел. То есть, вы не совсем с ним на одной стороне? Не совсем с ним на одной стороне. Ну, говоря вот о масле, у нас есть тоже вопрос от радиослушателя. Какое масло лучше для того, чтобы жарить? Вот именно конкретно, на каком масле хорошо жарить? Это очень-очень частый вопрос, который я получаю. И очень довольно-таки щекотливый, неоднозначный вопрос. Вопрос масла, на каком лучше и вообще использовать ли его в моей практике, например, лично для меня существовал, как сказать, даже не существовал до определенного момента, буквально до недавнего времени, несмотря на то, что систему питания вот такую здоровую я уже практикую лет 15, но вопрос масла, я всегда масло использовала, и только недавно поняла и изучила этот вопрос, поняла, насколько оно вредно для нашего организма. Ничего, кроме излишних калорий, масло не дает. То есть мы полностью переключились на питание без масла, и поверьте мне, это настолько интересно и настолько просто оказалось в итоге, что мы продолжаем делать всё абсолютно. И печём, и делаем оладьи, и блины, и жарим что-то, но только без масла. Оказывается, даже и это возможно. Как? Как можно жарить без масла? А просто вы жарите в посуде, в которой не подгорает, не прилипает, можете немножко добавить воды, а можете и просто на сухую, овощи сами выдают свой сок. Ну, хорошо, вот из масел или из полезных жиров, что бы вы отметили всё-таки? Из полезных жиров, жиры нам необходимы, это одно из трёх, как мы называем, макронутриент, да, то есть тех продуктов питания, которые нам необходимы в большем количестве, наряду с белками и углеводами, да. И жиры мы должны получать из таких продуктов, как орехи, семена, такие семена, как чиесить и флаксить, то есть льняное семя, очень полезные. Там омега-3 находится, орехи, авокадо, пожалуйста, например, соевые продукты, такие как тофу, тоже богаты жирами, фасоль, бобовые, это всё содержит в себе достаточное количество жиров, ровно настолько, насколько человеческому организму необходимо. Например, даже кукуруза. Откуда берётся кукурузное масло, скажете вы? Оно же выжимается из кукурузы. То есть, когда оно находится в кукурузе, оно содержит в себе ещё и другие микроэлементы. И вот в таком сочетании это масло, оно приносит пользу организму. Как только берётся эта же кукуруза, и в огромном количестве подвергается выжимке, то есть масло выжимается из кукурузы, и вот этот концентрат мы начинаем использовать в пищу, вот тогда начинаются проблемы. Равно так же, как, допустим, может быть, вы слышали о том, что некоторые пищевые добавки, как саппломинс, если их использовать в большом количестве, они могут принести вред. Например, витамин И, витамин Д, нельзя переборщить. То же самое и здесь. Масло – это как тот концентрат, который просто может принести вред вашему здоровью в первую очередь. Виктория, я думаю, что вы согласитесь с тем, что всё-таки это не просто диета. Нужно поменять… Мне понравилось, как вы сказали, невозможно поменять питание, не переосмыслив его ценность и важность. Не поменяется питание, пока не поменяется мировоззрение. Я это понимаю, это целый психологический момент, это процесс, и довольно сложный, потому что эти закоренелые привычки, многие из нас переданы прямо ДНК, это большой процесс пересебя переменить, переубедить, перестроить. И люди не всегда готовы так, всё, так, всё, с завтрашнего дня, всё. Всё-таки в этом процессе заменят даже масло. Человек, если, например, много употреблял, любил и сливочное, и растительное масло, и он понимает, что это излишек, который приносит ему вред. Как можно заменить хотя бы на первый шаг, чтобы не отказаться полностью? Ну, во-первых, как заменить? Начните с того, что вы начнёте использовать менее вредные виды масел, то есть те масла, которые не подвергаются такой вот уж тяжёлой обработке, да, как мы называем процесс ойл. То есть это cold press, например, масло, холодные отжимки, такие как кунжутное масло, sesame oil, ну и может быть немножко оливковое масло. Хотя на самом деле я небольшой сторонник масел вообще, но переходя на более здоровое, я думаю, что это будет более правильный выбор. И использовать их буквально совсем, ну, в маленьком количестве, кисточкой на сковородку, например, или не больше, чем две чайные ложки в день в общем на человека, в приготовлении пищи. Начать хотя бы с этого. А к тому, я хотела добавить к тому, что вы сказали, что как человек должен перестроить всю свою психологию и так далее. То есть как я рекомендую, когда ко мне приходит человек больной, допустим, да, как же ему перестроить психологию и заставить себя поменять свою диету и поменять своё мышление. То есть всё это не происходит за одну ночь. То есть изначально я всегда рекомендую так, если человек хочет оздоровиться, выздороветь от каких-то, излечиться от каких-то болезней, начните смотреть на свою пищу как на лекарство. Как бы это неприятно ни звучало, еда как лекарство в течение трёх недель. Возьмите вот такой подход. Три недели. В течение трёх недель, за эти три недели, человек должен начать видеть какой-то результат. И только тогда, когда он видит какой-то результат, появляется второе дыхание, возникает вдохновение, открывается какое-то вдохновение, и он хочет идти дальше. То есть возьмите ещё три недели, попробуйте дальше, для того, чтобы себя не пугать и не напрягаться, что вас сейчас навсегда посадят на какую-то диету, и жизнь на этом закончилась. Нет. Делать нужно постепенно. И после того, как человек видит, как меняется его здоровье и как он сам трансформируется, естественно, меняется его мировоззрение. Так произошло и у вас. Так произошло у меня, так произошло у многих людей, с которыми я работаю, у моей семьи, у моих родных и у многих моих знакомых. Хорошо. Я с вами согласна абсолютно. Приходит больной человек, он измучен болезнью, он готов на всё. Скажите мне, что мне делать, я сделаю всё, чтобы перестать. Здорово намного тяжелее. То есть это нужно себя очень убедить. Это надо бояться на столько этих болезней, чтобы всё-таки переменить своё мышление. Ну, я согласна. А вот с детьми как? Ну, с детьми, смотрите, с детьми такая ситуация. Чем раньше вы начнёте их приучать к здоровому образу жизни, тем лучше. Ведь кто, как не вы, можете это сделать. Их не научат этому в школе, их не научат этому в детском саду. А если они уже вырастут вот с этими закоренелыми своими привычками, то потом им же самим придётся в жизни всё это переделывать. И после того, как они уже наберут кучу болезней в своё досье, им самим же придётся как бы с этим бороться. Поэтому вы, как родитель, ответственны за их воспитание, за их здоровье, за всё, что они делают, за их жизнь. Это ваша обязанность приучить их к здоровому питанию. Как это сделать? Чем моложе ваш ребёнок, чем меньше, тем, естественно, легче этот процесс пройдёт. Когда мы переключились на здоровое питание, моей дочке было два года. Сейчас ей уже 16 лет. Она уже девушка взрослая, которая обожает этот образ жизни, умеет готовить, и другого просто для себя не мыслит. Она не знает, она не знает вкуса мяса, она не знает вкуса молочного. Она просто не знакома с ним. А мои более старшие дети, которым сейчас уже 20, 22, 24 год, им немножко сложнее пришлось, потому что на тот момент, когда мы переходили на новую диету, им было где-то 8-10 лет. То есть им пришлось, уже привычки какие-то выработались, им пришлось сложнее. С другой стороны, я сторонник такого подхода, что вы родитель, и вы тот человек, который в дом приносит продукты. То есть, что мы пытались сделать? Да, как я могу не принести в дом молоко, и не продолжать давать своему ребенку, который все время этого просит. То есть, подход был такой. Во-первых, я старалась заменять те продукты, которые, например, к которым они привыкли, на что-то другое, и предлагать им другого рода, например, приготовленную пищу. Если, например, молоко, я пыталась его заменить на миндальное молоко, или овсяное молоко, и так далее. Если это сахар, то я его пыталась заменить на сироп из коричневого риса. То есть, вы пытаетесь заменить на продукты более высшего качества, которые не приносят вреда здоровью. Это с одной стороны. С другой стороны, вы стараетесь давать вашему ребенку образование. Без этого невозможно. Вы не можете его заставить что-то делать, тем более, если он уже взрослый и понимает. Что я делала? Я водила своих детей на лекции, я давала им в руки тетрадку и ручку, и они записывали. Они анализировали, они мыслили сами. Мы садились дома и смотрели всякие документальные фильмы о здоровье. Я постоянно направляла их на то, чтобы они проводили какую-то наблюдательную работу в школе, наблюдались за своими сверстниками. Чем они питаются и какие из этого результаты получаются. То есть, это большая работа, это воспитание детей. Вы не можете их заставить. И получается, они самостоятельно, путем своего наблюдения и выводов, выходили на выбор вот этого питания. Да, конечно. Более того, когда ребенок вырастает, скорее всего, он уйдет. Он уйдет в большой мир и он начнет пробовать есть все, что там не попадется под руку. И это совершенно нормально. Потому что, ну как бы, живя в вашем доме, под вашим присмотром и питаясь тем, что вы ему даете, он помнит, как он чувствовал себя в своем теле. И когда он вырастет и начнет питаться совершенно такой вот пищей, все подряд есть, что называется, он почувствует, как это отражается на его здоровье. То есть ваша задача не приучить его полностью раз и навсегда, это не в ваших силах. Ваша задача ему заложить фундамент, во-первых, во-вторых, показать ему, как ощущает его организм, что он чувствует, когда он питается здоровой пищей. Это в нем все равно останется. Когда он вырастет, может быть, пройдет свой путь осознания, он вернется к этому. Я в это верю. Спасибо большое, Виктория. Хочу напомнить, что вы слушаете радио Маяк. Пишите, пожалуйста, ваши вопросы на radiomayak.org. Можно позвонить, если вы желаете, 770-727-0777 и задавайте свои любопытные вопросы. Мне очень интересно с Викторией. Время просто летит. Очень много вопросов сразу возникает. А как же кальция, а как же кости, а как же суставы, а как же ногти? И я думаю, что у всех наших радиослушателей также возникают эти вопросы. Мы не сможем сейчас и сразу все вопросы эти озвучить или ответить. Поэтому я направляю вас напрямую к нашему эксперту. Она с удовольствием будет проводить с вами консультации. И даже, как она и сказала, мы говорили в начале эфира, я пройду с вами весь путь. Ну, это нужно заниматься серьезно, действительно, очень серьезно. Поэтому ищите Викторию Бараеву. И у нас, Виктория, у нас к вам есть один вопрос. Лить такой. Немножко личного кухонного характера. Ирина пишет, научите печь блины без масла, чтобы не были комом. Вы блины печете? Постоянно. Сегодня утром еле на завтрак. И без масла? Без масла. И как? Прекрасно. Мои дети очень любят блины и даже не спрашивают, а почему там масла нет? Абсолютно. Как вы жарите, чтобы не были комом? Что мы делаем? Я вам объясню. Значит, во-первых, нужно использовать правильную сковородку в первую очередь. Сковорода имеет большое значение, если не главное. Какую я рекомендую? Есть фирма, называется ScanPen. То есть сковородка с таким покрытием это не тефлон, она совершенно относится к разряду здоровых видов сковородок, которые вы можете спокойно использовать и готовить на ней просто одно удовольствие. Блины, оладьи, все что угодно. В замес я кладу вместо масла я кладу что-то вроде растительного молока, такое как миндальное молоко или овсяное молоко. Все получается прекрасно. А миндальное молоко или овсяное покупать не боитесь? Конечно, боимся. Конечно, нету идеального на 100% хорошего. Я покупаю в Whole Foods. Я всегда читаю ингредиенты и всегда смотрю, чтобы не было там всяких различных гаммов, гамс, вот что называется. Они почти всегда есть. Нету разных токсичных элементов, нету разных, например, видов переработанных сахаром то есть я стараюсь брать с наименьшим количеством ингредиентов в первую очередь. Вот. Очень важно читать лейбы и чтобы ингредиентов было как можно меньше. Если это какао, то просто какао. Должно быть написано пейточка. Порошок какао. Да. Хочу сказать, дорогие радиослушатели, что если вы обратитесь к Виктории и будете под ее консультированием, она может даже ходить вместе с вами и помогать, выбирать правильно продукты. Хотя бы с этого момента научиться, хотя бы правильно выбирать продукты, это будет большая польза и для вас, и для ваших детей. Поэтому обращайтесь к ней. Виктория, скажите, пожалуйста, еще раз ваш телефон или веб-сайт. Назовите, пожалуйста, для наших радиослушателей. Мой телефон. Меня всегда можно найти по моему мобильному телефону 678-437-5668. Мой веб-сайт victoria.baraev.com Меня можно найти на фейсбуке. Смотрите мою группу Atlanta Wellness Support Group Creative Healing. Это моя веб-пей, это моя фейсбук-пейдж. И обращайтесь ко мне, пишите мне текст-месседжи или звоните по телефону, назначайте консультацию. Я буду счастлива вам помочь. Отлично. Спасибо большое. Хочу процитировать Антону Павловичу Чехову. А встав из-за стола голодным, вы наелись. Если вы встаете наевшись, вы переели. Если встаете переевши, вы отравились. Когда мы с вами беседовали при встрече, мне понравилось, как вы обратили внимание и сказали, огромное значение имеет не только то, что ты ешь, но и как ты ешь. Порой даже в первую очередь это имеет значение. То, как ты ешь. Очень часто я нахожу такую вещь. Найти, что кушать, что, и освоить какие-то новые продукты, не беда, не великая сила. Но перестроить свои привычки. Как ты это делаешь? Жуешь ли ты пищу? Ешь ли ты сидя? И смотришь ли ты в селфон свой? И смотришь ли ты в телевизор? И так далее. Или ешь ты на бегу, на работе? И вот это намного сложнее перестроить. Особенно проблемы с перееданием. Это, наверное, если человек ест здоровую пищу, у него все нормально, ему все под контролем, он правильные продукты покупает, он их правильно готовит, но при всем при этом он переедает, не будет результатов хороших. Какая порция самая здоровая для вас? Вы посоветовали радиослушным и мне все-таки. Кто-то говорит, что вмещается в ладошку. Ну, смотрите, размер вашего желудка с размером вот две горсти вместе, две ладошки вместе, вот это ваш желудок. Если у вас маленькие ручки, то вам не повезло, как говорится. Но, с другой стороны, надо учитывать тот факт, что у нас, у людей, у многих, желудки настолько растянуты, что съесть ровно столько, это недостаточно. Но надо к этому стремиться. То есть, прием пищи столько. Другой фактор вы можете определять по такому состоянию. Насыщаться до 80%. Значит, если вы съели больше, если вы чувствуете, что вы наелись, то вы уже переели, как говорится. Почему? Занимает 20 минут для того, чтобы ваш мозг зарегистрировал то, что вы поели, наелись. То есть, этот сигнал доходит до мозга через 20 минут. Подождите 20 минут. Если вы чувствуете, что вы не наелись, вы можете поесть еще немного. Другой момент, я просто обязана отметить, это значение пережевывания пищи. Когда вы пережевываете пищу тщательно, как минимум 30 раз каждую ложку, то вы не переедите, во-первых. Потому что пережевывая, пережевывая, вы насытитесь намного быстрее, чем если вы будете просто так все забрасывать. Ну, правильно. Я с вами абсолютно согласна, что питание это должен быть процесс. И процесс который приносит удовольствие. Мы не должны превращаться в животнообразное что-то такое, которое вот как животное оно заглатывает и ему не нужен ни вкус, ничего. Я знаю, что даже в писаниях написано, в притчах, по-моему, что язык определяет вкус и скажет потом тебе будешь ты это любить или не будешь ты это любить. Это я своими словами как бы говорю смысл, что действительно вот как вы сказали, возвращаясь к тому, что мама она в принципе играет большую роль, что она положит на язык своему ребенку. Конечно, мне понравилось, как одна моя знакомая, Милана ее зовут, она говорит, у меня дома даже нет чипсов, чтобы дети их даже не видели. Тогда нету искушения даже их съесть. и это большая борьба, когда есть дома и чипсы, и разного рода, и мы понимаем, что это плохо, и они у нас есть. Ну вот я к этому хотела бы очень добавить еще. Я, например, всегда привожу такой пример. Это все равно, что ребенку вы пытаетесь с детства, например, привить какие-то вкус, например, вкус красивой музыки. Если вы будете ставить ему попсу, грубо говоря, он просто не взлюбит классическую музыку, она ему будет неинтересна. Понимаете? То же самое и с пищей. Если вы будете сразу давать ему пищу с концентрированными вкусовыми ощущениями, с переизбыточной сладостью, с жировыми вкусами и так далее, ваш ребенок не будет ценить и не будет любить простую пищу. То есть прививать вкус правильный к питанию, к пище, это все равно, что прививать вкус красивой музыки или любить чтение книг про хорошие книги. То есть мамы, слышите? Мамы, бабушки, тети, да и папы, дедушки, мы все в ответе за то, какие вкусы будут у наших детей. Будьте очень внимательны. Я напоминаю, это радиомаяк, передача «О чем думает женщина». У нас прекрасная гостья Виктория, которая учит нас, как правильно относиться к правильному питанию. Вопрос такой к вам. И с вами Людмила Светлая. Я забыла сказать «Никогда о себе не думаю», как мы и сказали. Женщина не о себе думает. А насколько… Вопрос от Андрея. «Насколько важны посты?» «Насколько важны посты?» Я бы не сказала, что я практикую вот эту систему, где я рекомендую посты, очень много. Нет. Во-первых, посты – это такая вещь, это дело тренировки. Для того, чтобы держать посты, человек должен себя к этому постепенно приучить. И когда он сможет это как бы осилить сам со своим организмом, тогда он может держать пост. Ведь вопрос не в том, насколько важен пост. Вопрос в том, насколько важно, правильно из него выходить. Согласна с вами, я тоже это слышала, что очень важно войти и выйти правильно в пост или в какой-либо режим диеты. Итак, ответ для Андрея – это то, что все зависит от тренировки и подготовки человека. То есть важность уже поста играет вторую роль, насколько он подготовлен, насколько он важен этот пост в него будет. Просто можно питаться такой пищей, которая не будет нагружать ваш организм, не будет его зашлаковывать. И в таком случае необходимость соблюдать посты, она просто сойдет на минимум. То есть может быть где-то иногда, если вы почувствуете, что это надо, конечно с соответствующей подготовкой, обязательно с разрешением врача вы можете это сделать. Главное – помнить о том, как из этого поста выходить. И еще хочу добавить, что очень важно то, что пост имеет, есть пост, люди садятся физически чисто, чтобы освободить немножко свой организм от шлаков, очиститься. Есть цель поста в духовном смысле. Человек хочет приблизиться к Богу, человек хочет поразмышлять над вечным, над тем, что творит Всевышний и так далее. То есть это немножко две разные категории. Я не знаю, Андрей, что именно вы спрашиваете, но в любом случае, даже если в физическом нужна подготовка, а если в духовном тоже с благословением Господа Бога, а иначе не будет результата. Все правильно. К сожалению, у нас время не идет, а бежит. Но у меня есть хорошая новость для всех, для вас, то что этот эфир заканчивается, но тема наша не заканчивается. На протяжении всей недели вы можете писать ваши сообщения и вопросы, потому что на следующий понедельник в 7 часов вечера у нас будет не просто Виктория, не только Виктория, но она придет с очень интересным гостем. Почему именно он, вы выбираете его прийти с вами? Почему? На самом деле этот гость это очень особенный человек как для меня, так и вообще для того, что мне удалось в своей деятельности добиться. Это мой отец, который имеет очень тяжелую историю заболевания, историю сердечных болезней, историю диабета, который приехал сюда 25 лет назад с нитроглицерином под языком в возрасте 44 лет перенес открытую операцию на сердце здесь в Атланте. Операция ему нужна была еще в Советском Союзе, но там ее на тот момент не делали и сказали, что жизнь не гарантируют. Поэтому рискнув с нитроглицерином под языком, он прилетел сюда в Америку. После этого у него, перенеся эту операцию, он еще перенес массу процедур по, например, вставлению как мы называем здесь стендов, стенды. То есть у него 16 стендов. 17 стенд был безуспешным, врачи отказались от него и ничего не смогли сделать. То есть он был на грани смерти полтора года назад. Сейчас он здравствует и процветает. Мне бы очень хотелось представить его здесь в эфире и поделиться тем успехом, которого мы добились вместе с ним. то есть получается вот то, чем вы занимаетесь, то ваша консультация, помощь, она имеет не просто теоретическую сторону, но результативную, результат. И этот результат будет у нас, то есть вашей работы на следующий понедельник в прямом эфире. Дорогие радиослушатели, копите вопросы, задавайте их, уже можно сейчас писать у меня на страничке в фейсбуке людмила.светлая, вы можете написать на радиомаяк.орг, обозначив нашу передачу «О чем думают женщины». Вы не стесняйтесь, не нравится, что пишут мужчины, потому что женщина думает о мужчине и его здоровье. Я вам это сразу говорю, поэтому, мужчины, подключайтесь и не смущайтесь от названия нашей передачи. Ваша женщина о вас думает, это прекрасно. Сегодня в гостях у нас была Виктория, за что я безумно ей благодарна. эфир подходит к концу, но я не хочу просто так уходить с эфира. Я хочу, чтобы вы оставили ваше пожелание или обращение к радиослушателям. Ну, в первую очередь, что бы мне очень хотелось сказать, имея такую возможность сейчас в эфире, хочу сказать всем нам, всем русскоязычным людям, те, кто слушает нас в эфире в Америке, в другой какой-нибудь стране, то, что мы сюда приехали, в эту, в частности, страну, Америку, в страну воплощения мечтаний, в страну каких-то свершений, не для того, чтобы заболеть и умереть преждевременно. А эта страна, она просто наполнена сумасшедшей статистикой. Если вы посмотрите, каждый третий в Америке заболевает раковыми болезнями, каждый третий страдает сердечными заболеваниями, статистика ужасающая, каждый тринадцатый имеет диабет, и эта цифра растет, только за последние десять лет статистика возрастания диабета увеличилась на 70%. Вы понимаете, что более трети страны здесь страдают ожирением, то есть, куда мы приехали, мы должны, да, мы приехали сюда воплощать наши мечты, и поэтому мое самое большое пожелание всем радиослушателям это в первую очередь следить за своим здоровьем и становиться доктором своего собственного организма. Это очень важно. Очень хорошо. Мне очень сильно понравилось, как вы сказали, доктором своего организма, то есть, люди, радиослушатели, изучайте, люди, да, я обращаюсь ко всем людям, изучайте свой организм, будьте к себе чувствительны, хотя бы, когда кушаете, отложите ваши телефоны, выключите телевизор, выключите компьютеры, просто сосредоточьтесь, сфокусируйтесь в себе, полюбите себя, хоть немножко, потому что в этой беготне настолько все это очень сложно, настолько приносит нам очень много и огорчений, и депрессии, и, в конце концов, болезни. Абсолютно с вами, Виктория, согласна, что в Америке как, ну, очень большой выбор продуктов, которых также надо разбираться, и поэтому, дорогие радиослушатели, я обращаю ваше внимание, вы можете обратиться за консультацией к Виктории, Виктории Абараев или Бараева, вы можете ее найти и начинать ваше здоровое питание вместе с ней, с прекрасным экспертом, который добился прекрасных результатов, и на следующий понедельник мы еще с вами встретимся в этой же теме, А наш эфир подходит к концу, хочу всем-всем сказать будьте здоровы! Спасибо большое, Людмила, и я тоже хочу присоединиться и пожелать всем здоровья и отличного настроения. С вами была Людмила Светлая, передача «О чем думают женщины?» «О чем думают женщины?»